теперь так осталось немного немножко еще сегодня так получилось что у учебы почти нет но очень важно мне высказаться до конца потому что мир где мы живем он какой-то извращенный смотрите мы жили учились советской школе для меня школа это деревянный небольшой дом печка лампы по углам на на этих нет на стенах лампы керосиновые по утрам чернильницы чернила замерзшие первые уроки у нас были устные из-за этого пока школа на протапливалась туалет на дворе вот но по крайней мере найти я только почему я тут написал про щепотку соли дело в том что та школа она тоже косинусы синусы они даже не то что деревян деревянского канцеля они даже городские школа девочка вряд ли нужно и все это время потеряно лучше бы домоводство учили вот но мы это проходили я хочу сказать что по крайней мере было как вот нас классе была девочка которая медалистка золотая да вот ну медаль она только так но хорошая память ля 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 а мы мальчики нас было трое вот мы занимались были математики химики физики нас посылали на городские олимпиады все остальное они просто сидели ну хорошо это что учили это уже уже не здесь уже в норильске 6 класса и в норильске и вот ради нас трех мальчиков все было школьная программа что таких трех мальчиков другого классе в третьем птичном классе вот вся строилась так что кто-то поймет а я допустим стал садоводом но у тебя же был неплохим металлургом вот это я уже хвастался больше не могу стыдно так вот я просто говорю я был неплохим металлургом но что застряла школа вот учительница показывает вот стакан вот 0 градуса вот это самое значит замерзла вода теперь добавляю чепотку соли на мороз она не замерзает прошло время так я сказал себе чем глубже тем соленее вот так утрирую да значит нужен длинный корень а нас учат их отрезать помните пикировка законное мероприятие а мне это не нравилось у меня я уже на это на целую голову обошел науку с ее этими придурочными этими карликами под войны так нет вот а потом разговаривали с сергеем почему я решил вам посвятить это я не санна это савинич который мой как сообщник красноярский красно дипломница спортсменка красавица в общем ладно это мы тоже проходили так вот я на санна мы с сергеем стоим посреди питомника да значит и вот это я-то принципе отдаю ему приоритет потому что я вам объясняю что у нас значит очень колодцы мы в воду привозим с крана это важный разговор ребята с города с крана воду для того чтобы пить ее и суп парить колодцы вода настолько жесткая она там на глубине 6 метров она настолько жесткая пить нельзя вредно складывается в костях вот и не замерзающие деревья и тогда сергей не я первый это самое да ему приоритет сказал так получается что не везде одинаково это минерально-солевой состав воды может быть тут-то не замерзает у нас не из-за климата я же специально показал эту как называется таблицу специально показал для чего у нас практически такие же морозы как красноярске новосибирске это еда и это самое еще еще холоднее чем челябинск так вот раз так то в других местах допустим поменьше соли тогда получается вот та причина почему морозостойкость и деревья выходит если на первое место только один из качеств а у нас соли растут а у нас не замерзает минус 40 у нас ну пропускает урожай абрикосы самое роскошное а остальным по барабану там видите в чем дело для чего нужна школа но это просто а современная школа а она чему научит я издевался на прошлый или позапрошлый ребят а когда позапрошлый когда я на саду сидела рядом издевались мы на дег чему научили там даже вот этих трех мальчиков которые потом один станет садоводом металлургом садоводом а еще двое еще где-то вот даже ради этого теперь это не программе нет а потом раз отбора нет селекции людей нет а потом смотришь показывает сытых довольных этих которые выбрали элиту заранее уже которые ничего еще не достигли вот он и щепотка соли и вот такие отрывочки из школы тут зацепила там зацепила целая программа почему потому что дальше я рассказываю что первый урок школе по биологии ничему не верьте не верьте я знаете как я когда учился в школе не было страшно люто обидно ну как учительница в сельской деревенской школе ну нормальная учительница русская там это современная по тем временам вот а вы знаете говорить первый это паровоз там мажайский открыл а оказывается и это приоритет на присвоили ангисянам то есть этот ползунок первый паровоз открыл сделал он первый в мире мы должны гордиться им а у нас отняли это право а мажайский первый самолет а весь мир знает что братья райд первые поднялись на крыло а попов изобрел первого радио оказывается не попов и так обидно было до слез я патриот россии я в школе так обидно что наши а сейчас где взять там мажайский ползунок и вообще не будет теперь а потом когда я подрос я узнал что первое телевидение зварикин русские в америке сделал а самолет из сикорски до сих пор считается самой лучшей в мире а а это не сикорский американец это сикорский русский вот так вот а почему я говорю первую школу не верьте смотрите я еще чуть-чуть договорю потому что она болела ребята поймите я говорю о будущей школе чем дальше тем непонятнее вот смотрите еще раз говорю никому не верьте а потом я бы позовите меня школу я скажу а вы знаете что вы знаете законы ментали но слишком сложно давайте просто взяли горох зеленый я не помню многого поэтому не придирайтесь как каким-то мелочам допустим зеленый допустим желтый скрестили так посадили получились допустим это каждые три горошины зеленый одна желтая вот и придумали это доминатный это рецессивный следующем поколении берем зеленый а в нем уже больше будет потом все зеленых но все-таки еще затесался там и желтый но уже в пропорции другой изучаем законы ментали 10 11 класс вот книга да я вам показал ну а мячури не слова а знаете что сказал мячури а кто он у нас мендели или мячури на авторитете должен быть знаете как он мендели обозвал гороховодом причем это слово с презрительным гороховод сонте в сад а там никакие законы ментали не работает и вот мы изучаем законы которые не действуют а которая действует мы не изучаем ну вот еще это так наболел я бы подробнее вы привезли по мячури на поэзу приводил бы приводил а вот потом бы я буду я же все-таки школьниками дело имел я бы сказал вы представляете как сохранить сон можно да а может и нет а вот каких случаях да а каких нет а сады которые мамона сады все прекрасно сохранили сорт но он теряет также как мы потеряли эти самые вишневые сады миллионы вишневых садов потеряли европе почему вот та самая моносорта ниже докажу а смешанный сад не сохранится сорт и черт бы с ним вот так и на это тоже как люди если замкнутая пространство люди выраждаются если это самое там помните даже проходили по моему белый плюс негр получается метис негр плюс цветной получается мулат и даже это а среди них сколько талантов спортсменов певцов сколько этих и вообще то есть гена надо смешивать а что да эти не должны дети об этом знать а теперь еще немножко и буду заканчивать смотрите я прочитал книгу когда-то ломоносова я был шокирован я был убит я был как-то сказать то да просто раздавлен так вот в его книга там есть слово сбережение народа примерно так такое слово если вы уже тоже читал и этот самый видимо и потом но это уже потом это было перебив а у него книга я читал ну-ка сказать такая какая она есть там есть такое дело значит на 25 лет это все это и садоводство касается вот чем дело на 25 лет уходит солдат в армию называется рекрут все в деревне остаются одни взрослые женщины а дети подрастают и они еще маленькие маленькие у них еще им еще расти и расти но эти женщины и взрослые из этого сексуальной тоски и тяги заставляли вступать положение проходит возраст усы растут и все пора жениться жениться детей нет и ломоносов от семи до десяти причина точно не помню почему население россии не растет а даже падает это было в его времена времена вот эта вот дикость это была одна из причин когда взрослых мужиков не было детей принуждали к сексу и они вырастали и не давали детей и и в этих все оставались малолюбные и вот я случайно нахожу нахожу вот это вот это опять же в яндексе я взял скопировал видите прямо на эту знаете почему когда нажал чтобы прочесть а почему период выходили замуж я-то догадываюсь что это как раз про это а ведь открываю а так и все что я сказал вот это вот это я сам лично прочел я просто догадываюсь что это о том же а современная школа что как правило одевать презервативы помните мода пошла а какой был этот сам как он назывался дискуссия какая была все ребят поздно вы как-то дети не знают от чего эти подростки не знают от чего дети появляются конечно надо сказать поздно от все отучить от секса мы их не можем давайте тогда хоть научим чтобы это не спит не распространять и сифилис давайте научим их презервативы одевать а путин все про это увеличение возраста какой хрен если подростки занимать сексом пройдет пора и мне же они будут ну ладно будет женщины бездетная там бывает там один набор 2 она не может больше рожать вот и больше даже после первого не может рожать но мальчики ломоносов было я не знаю ну вот же гений нас я почему вспомнил зварите на почему я попова ползунова почему я вспомнил этого всех их вот да потому что это наши вот и ломоноса у нас но это же надо школах то правда я же не говорю что девочки и мальчики не занимайтесь сексом 17 лет это знаете какие уже говорит но они должны знать что затем последует хоть детей имеет потерпи пока организм твой созреет полностью вот какая школа чем я говорю на это пусть я понадергал то отсюда то оттуда и про мичурина про ломоносова а это вот и все и тут же и вот есть также ладно время мое вышло счету доставал вот жаль не удалось посмотреть их вариант но я-то знаю там еще были другие причины вот такая дикость на руси и до сих пор вот это народонаселение путин знает об этом что в школе нужно полностью программу переделать за девочки должны или в реально или на этих самых специальных фильмах увидеть что такое борт крупный план раздвинутые ноги по кусочку вынимает ребенка хрен потом они пойдут это сам ладно опять я завелся ну что антон еще две минуты потому что это заканчиваю тему чему нас учат семья и школа это я как бы заканчиваю тот разговор который сейчас вот чем у нас учат городская среда ладно больная тема красный хутор еще скажу что про задатки детей нет все таки это большая тема вот это большая тема все на сегодня заканчиваем можно сейчас еще меньше будет у нас зрителей потому что это возможно вас совершенно никого не колышет хотя это должно колыхать не нас у нас не произошел не селекция антиселекция поэтому на самом верху следят люди которые ненасколько не умнее нас они ничего не могут сделать для того чтобы страна да на то что я называю народу сбережения это так назвал он у нас все друзья заканчиваем на сегодня и вернее не совсем заканчиваем мы делаем 5 минутный перерыв и мы переходим в вопросы-ответы вот я все-таки согласитесь реагировал на вопрос-ответы прошлый раз как мог так среагировал сейчас я эту страничку включу и пойду на кухню сделаю перерыв 5 минут